В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Ленинский городской округ с рабочим визитом посетила министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова. В сравнении с вчерашним у нас было 5. У нас сейчас за эти 3 недели увеличивается количество обращений. Сельские поселения совхоз имени Ленина и Развилка объединили в один территориальный отдел Карцинский. Знакомимся с руководителем. То, на что обращали внимание жители, все это возможно решить в ближайшее время. Как предприниматели пережили период самоизоляции и как продолжают работать в текущих условиях? Трудно было ребятам нашим, очень трудно. У нас большое очень сообщество предпринимательское в Развилке. Во время расширенного заседания правительства Московской области губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил членам правительства отправиться в муниципалитеты, чтобы оказать помощь в решении накопившихся вопросов. Наш округ с рабочим визитом посетила министр инвестиций, промышленности и науки Наталья Егорова. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Муниципальный центр управления регионом стал местом, где глава Ленинского городского округа вместе со своими заместителями встречали министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталью Егорову. Именно сюда стекаются все обращения жителей и обрабатываются профильными службами. Больше всего обращений связано с уборкой территории. В сравнении с вчерашним у нас только 5. У нас сейчас за эти 2 недели увеличивается количество обращений, потому что если мы сравниваем с другими неделями, естественно, мы будет больше, потому что мы выходим из этих карантинных ограничений. Люди выходят на улицу, начинают слать обращения. Обращения отрабатываются в короткие сроки Государственных надзоров, которые нам обозначают там в 3-4 дня. Ознакомившись с работой специалистов центра, Наталья Егорова поинтересовалась, как повлияло открытие ЦУРа на работу с обращениями граждан. По сравнению с аналогичным периодом до открытия центра, количество жалоб в администрацию уменьшилось. Стали быстрее реагировать, стали быстрее отрабатывать. В том, что уменьшилось, потому что те обращения, которые есть, они отрабатываются. И мы по повторам, если вы посмотрите, там условно говоря, 5-7, это для нас, я не знаю, если раз в год выстрелили, то это уже аномалия. А вот, которые там показывают, там 11 дней, мы такое уже про такое забыли, для нас три катастрофы, вот Наталья знает. За время визита в Ленинский городской округ Наталья Егорова осмотрела не один десяток муниципальных объектов, по которым были замечания. Одним из них стал первый корпус Бутовской школы номер 2. Здесь в центре внимания оказались столовая и пищеблок. Перед тем, как войти в столовую, вход у нас с двух сторон, чтобы не было скопления, дети моют руки. Умывальники, видите, идут разновозрастные, где-то пониже, где-то повыше. Столовая рассчитана на 290 человек. Еду для них готовят в стерильных условиях на современной кухне. Гостям показали мясо рыбное и овощное цеха, хранилище продуктов и холодильные камеры. Технология приготовления пищи находится на личном контроле у директора школы. Я с этим очень серьезно к этому отношусь. Я прихожу без предупреждения, в 6 часов на закладку. Я осматриваю, каким образом. Технология нарушена или не нарушена. У нас вот такая вот факта с разными актами, которые мы предъявляем, что нужно делать вот так. Исправьте. На одно перемене придем, посмотрим, на другое предупреждение, исправили или не исправили. После посещения школы министр отправилась на другие объекты. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. 20 мая депутаты Ленинского городского округа утвердили новую структуру администрации округа. Теперь в ней образованы 9 отделов территориального управления. Сельские поселения совхоз имени Ленина и Развилка объединили в один отдел и назвали его «Картинский». Его руководитель Андрей Извеков активно знакомится с территорией и жителями, выявляя проблемные места. Площадь новой административной единицы более 36 квадратных километров. А потому поездки с посещением объектов территориального управления «Картинский» уже плотно вошли в рабочий график руководителя отдела Андрея Извекова. В поселке совхоз имени Ленина в компании местных жителей, депутатов и представителей управляющей компании, он в числе прочего осмотрел ряд придомовых территорий и выслушал отчет о работе коммунальщиков. Уборка контейнеров, мусора и какие-то появившиеся поваренные деревья, если ветер сильный, они все равно это все у нас выполняются. Также Андрей Извеков проверил состояние игровых и спортивных площадок. В одном из скверов участники обхода задержались чуть дольше. На этом месте когда-то пытались создать игровую площадку, но не получилось. Была программа, под которой был проект в установке песочного города. Но в связи с отсутствием финансирования проект не был воплощен. В ходе беседы было решено еще раз попробовать воплотить проект по созданию многофункционального комплекса для отдыха детей и взрослых. Сейчас мы находимся на площадке, которая планировалась принять участие в инициативном бюджетировании. Даже проект выдвигался. Мы сейчас здесь находимся, думаем, да, то есть вот и как бы предложение очень хорошее, привлечь жителей для того, чтобы понять, ну, может быть, какую-то там площадку заорганизовать и может принять участие в этом. Проверил руководитель территориального отдела и качество ремонта в подъездах и состояние некоторых домов старого жилого фонда. Проблемы все текущие, они решаемые, потому что мы сами видели, мы прошли достаточно небольшую территорию, да. Все, что мы сегодня увидели, на что обращали внимание жители, все это возможно решить в ближайшее время. Андрей Звеков отметил, что встречи с жителями проводятся на постоянной основе и ни одно обращение граждан не останется без внимания. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Эксперты называют пандемию, сопутствующий экономический кризис, самыми серьезными за последние десятилетия. Вынужденная самоизоляция, ограничительные меры правительства и туманные перспективы. Мы попросили предпринимателей из поселка Развилка рассказать, как они пережили непростой период и как продолжают работать в текущих условиях. Подробнее в сюжете Наталья Буслаевой. На сегодняшний день в Развилке числится 665 предпринимателей, которые занимаются средним и малым бизнесом. В основном это розничная торговля и сфера услуг. Период самоизоляции стал для них серьезным испытанием. Владимир Градов еще в советские времена организовал кооператив по ремонту машин. Сейчас успешно продолжает свое дело. У него свой автосервис и магазины продовольственных и непродовольственных товаров, которые в период пандемии работу не останавливали. Немножко пострадал, конечно, авторемонт. Но и даже вот мы работали в сфере торговли, да, все равно, конечно, пошли убытки. В каком плане? Что покупательская способность упала, сами знаете. Жесточайшая самоизоляция, прочее. И покупателей меньше. Товарооборот снизился. Несмотря на временные трудности, рассказывает предприниматель, коллектив полностью удалось сохранить. Сотрудники старше 65 лет были отправлены на самоизоляцию с сохранением заработной платы. Они получали зарплату полностью, естественно, и налогообложение, и все прочее. Короче, горо выжили. Марина Садер-Амели бизнесом занимается 15 лет. До этого 24 года работала ведущим экспертом в торгово-промышленной палате Российской Федерации. Открыла в поселке Развилка ветеринарный центр. Он включает в себя клинику, аптеку и зоомагазин. В штате 10 человек. В условиях пандемии коронавируса ветеринары продолжали принимать четвероногих пациентов. Режим был определен нами. Это дистанция, это антисептики, перчатки. Предварительная запись на прием к врачам. Соблюдение дистанции позволяет площадь соблюдения дистанции. Марина признается, конечно, в это время они потеряли возможность заработать. Цены в преискуранте на услуги пришлось немного снизить. Но это позволило сохранить команду и хотя бы частично покрыть расходы. Трудно было ребятам нашим. Очень трудно. У нас большое сообщество предпринимательское в Развилке. Я всегда ценю наших предпринимателей и очень их люблю. Потому что, несмотря ни на что, они всегда принимают активное участие в развитии нашего поселения. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В преддверии главного государственного праздника страны в Ленинском городском округе проходит акция «Окна России». В ней принимают участие 10 культурно-досуговых учреждений, 9 библиотек, 2 детских школы искусств и 32 учреждения образования. Сотрудники и их воспитанники украшают окна согласно заявленной тематике. Сегодня мы украшаем досуговый центр юности на Дню России. У нас вот эти замечательные флажки и поделки, и рисунки, которые передали нам дети. В акции могут принять участие и все желающие жители муниципалитета. Приготовьте из бумаги и любых других материалов соответствующую атрибутику. И украстье окно своей квартиры. Мы граждане большой страны. Мы вместе, мы сила. Отправиться на десятилетия в прошлое и заглянуть в архивы телеканала «Видное ТВ» нам позволяет рубрика «Время назад». Накануне Дня России мы подготовили сюжет, который рассказывает о том, как отмечали праздник в 2006 году. День России праздник молодой. И, может быть, по этой причине отмечался он не с таким размахом, как другие праздничные дни. Но всему, как говорится, свое время. И уже те дети, которые пришли в детский городок в это солнечное утро, через несколько лет будут с радостью отмечать этот праздник. Ну а пока для них была организована культурно-развлекательная программа «Вместе весело шагать» с играми, танцами и сказочными персонажами. Было весело. Детвора с удовольствием водила хоровод, отвечала на загадки ведущих программы. А что больше всего запомнилось, ребятам дали задание описать, какая она Россия. А все определения должны начинаться на буквы, которые есть в названии «Нашей любимой Родины». На букву «С» кто сказал сказочная? Сказочная, раз, сказочная, два. Какая? Сильная. Силь. Хозяйственная. Сильскохозяйственная. Да, конечно же. Супер, говорит молодежь, и я думаю, что на этом надо подвести черту, аплодисменты, прошу. Очень хорошо. Суперская. И завершающая буква, буква «Я». «Я», поехали. «Я». «Я», «Я». «Ясная». «Ясная». «Держи». «Яркая». 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 «Яркая Россия». «Яркая». «Особлемент» сказали. «Яркая». «Какая?» «Святая». «Молодец». Было радостно и солнечно, а благоустроенный вид детского городка только усиливал хорошее настроение. Дети с удовольствием переходили небольшой прудик по сказочному мостику. С неописуемым восторгом подставляли ладошки под струи фонтана. Катались на качелях, каруселях, паровозиках. Родители тоже не скучали и с удовольствием вместе с детьми принимали участие во всех конкурсах и викторинах. Колесо обозрения – гордость детского городка, где, как ни на нем, можно увидеть весь город, утопающий в зелени. И вот, поднявшись на высоту птичьего полета, понимаешь, как же красив наш город. И не устаешь восхищаться зеленью аллей, красотой проспектов и людьми, которые живут и трудятся на благо нашей малой родины под названием Ленинский район Россия. С праздником тебя, отчизна! Олег Федоров, Елена Кошелева, Видное ТВ И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова